В отделении основных женских типов уходит, как известно, всегда у архаики. Временные библейские образы, добродетельные жены, грудницы, желательные невесты и так далее. Возможны женские роли, представленные в греческой типологии от очередных герой, супруги, аксимиды, детственницы, афинной интеллектуалки, которая впоследствии юнгу видел психологические типы разных. Частый случай типологии – это топос сестер от библейских Ахилле и евангельского прецедента Марии Марии и поныне тип любовницы, потенциальной любовницы, противопоставляется типу деятельной правовницы взлетовыми, духовными или интеллектуальными устремлениями, но якобы без сексуальных амбиций или без сексуальных наличных данных. В средние века с их культом Мадонны предложили новый страдательный приказ на духовный милосердный женский тип типу деятельной матери, сделавшийся вершинным женским типом культуры. Образы святых и великомучениц вносили сюжетное и типологическое разнообразие в этом главном персонаже, в этом главном типе. Гностические ереси практически одновременно с христианством предложили образ Софии – женская восстать божества, с не зашедшего в мир. Наряду с каноническим толкованием Софии как христа укоренилось представление о женском образе Софии падшей, Софии – милующей смертную страдающую тварь, типа зацелевалцев и дорог. В литературе нового мнения происходят удивительные перемещения и видоизменения этих типов. Глудница и злодейка из старой грубой типологии перерождается в образ губительной, фатальной женщины, в которой в предгромантизме появляются некоторые интересные черты, некоторые манящие черты. Женщина страстная, активная, губительная, противопоставлена женщине страдательной, мечтательной, духовной или религиозной, но аморальный женский персонаж все-таки по своему интересен и обаят. Тогда же у 2-го и 18-го века появляются некие символы. Блондинки могли быть, блондинки могли быть, приданы мифопоэтические черты масонской террасовской премудрости Софии. Это случай Гетовской лорды, которая несет свет, при том, что луч, падающий во тему, это старинный символ, то есть там она носит вполне символическое белое одеяние, всю себя отдает меньшим и слабым. губительная птиц, крошки, лепа, которые держат лука или возят за детьми. И что характерный момент, героиня такого типа всегда связана с музыкой, она поет или музицирует. Это Софийная коннотация, музыка, свет, самоотдача, жизнестроительность. Память об этих типологиях окрашивает литературу середины второй половины 19-го века. Авторы на нее опираются, при этом часто перекомбинируют. Так Татьяна Мечтательна, духовно-интеллектуально и в духовных кавычках. И хотя она и оборачивается активной страстной, а все-таки жизнестроительство и самоотдача в ней побеждают, может быть, именно поэтому она София. Ольга же, лишь внешняя оболочка простой геминутной гетовской героини, инсценируется ее глупость Софии и исключающая. Вариантами Софийного образа являются гетовская Маргарита и Миньона. Миньона – образ сложный, в котором комбинируется Софийность, для которой указывают музыку и пение, и некая травма, ведущая к странностным поведению, в том числе к гендерам. Интересные вариации на Софийную тему можно считать Гоголевскую углейку второго тома «Мертвую душу». Она вносит с собой свет, но при этом не мирится с злом, не прощает порогу, то есть не принимает нюх, чем-то превращая эту гетовскую героинку. Активная женщина не сразу прорезается. Активизация женщины в любовных отношениях проходит вначале под норму осуждения или частичного осуждения. Пушкина еще сохраняет реликты амбивалентного тона по отношению к проступке Татьяны. Но мы должны помнить, что в 20-м годам уже существовали французские литературные образы активных женщин, готовившись в совершенно иной реальности, когда женщина могла снимать социально значимые позиции как автор, ведь деятель искусства, быть относительно независимым. Я имею в виду президента Адольфа Бенджалена Констана, где отражены его отношения с писательницей общественной деятельности. Или президент Макселина Дебор-Вальмор, которая уже была известна как активосводная актриса до того, как он сделал свой тест. И, конечно, в конце концов, с 30-х годов Жорж Санд полностью реабилитировал активную героиню, явившись главным противовесом консервативных традиций в Камако. Наконец добрались до Тургеневской девушки. Тургеневская девушка. Это составной образ, представленный в нескольких вариантов вреда романов 40-х 60-х годов. Прежде всего, этот образ должен быть соотнесен с наличной миф-поэтической типологией женских образов в русском мировом литературном ужасе. Тогда, может быть, слабый, плохо прочтенный Тургенев наконец начинает быть понятным и интересным. Так, Ася, рядом черт связана с Миньоной. Она вас лежит, как мальчик, поэтому Миньона переодевается мальчиком. У нее тоже есть непредсказуемые странности, скакание и даже пение. Фоном всего этого оказывается травма. Не только незаконнорожденность, но и двусмысленных отношений с полубратами. При том, что случай Миньона с Миньоном сразу не просто шли. С другой стороны, Ася активна, как Татьяна. Она вызывает героя на объяснение запиской. У нее уже есть типичная девушкой героиня книжность. Она прекрасно училась в пансионе. Представляете, что герой поражает Ася. Ей нанесен новый тяжелый удар. Миньон, оставленный Миньоном, погибает от развива сердца. Возможно, обреченная Ася. Следующие три романа Тургенева развертывают совершенно иной женский образ. В разных версиях единый, но во всех случаях это женщина, берущая ответственность на себя. Я сознательно отвлекаюсь от двух поздних романов, где ситуация помогает. Наталья Лосунская, Рудине, дана в романтической традиции. Она еще не полностью развелась девушкой. Была худа, измугла, держалась немного сутуловата. Это еще подросток, она еще сутулится. Вот эта легкая половая неопределенность, некоторый реликт романтического юнисекса, получает неожиданное и неромантическое развитие. Черты лица ее были красивы и правильные, хотя слишком велики для 17-летней девушки. Как будто не скрыт большую, больше, чем она сама, человек. Мать ее шутит, соответственно. Это честно и мало моя дочь. Наталья скрытная и интровертная. Она не плачет. Зато на протяжении романа, пробуждаясь как женщина, она заплачет всего три раза и все три раза по-разному. Влюбившись, разочаровавшись и по окончании между романтических отношений, холодными, медленно текущими слезами, она вся в себе, все отбирает в себя, даже вздыхает вверх, говорит мало, слышит и глядит внимательно. Точно во всем себе хочет лоточку. Она часто оставалась неподвижной, опускала руки и забумывалась. На лице ее выражалась тогда внутренняя работа мыслей. Едва заметная улыбка появится вдруг на губах и скроется. Большие темные глаза тихо поднимутся. Эти поднимающиеся снизу темные глаза обещают глубокие страсти на дне ее души и рифмуются с ее чувством после развязки и разрыва, что вокруг нее смотрятся какие-то темные волны. Семья считает холодной, но она чувствует глубокую силу, но тайну. Все же главное в лице это чистый и ровный лоб. Чистота, ровность, прямота становятся ритмативами героини. Служащий символом ценности, этот лоб ее высится над тонкими, как бы надломленными по седине бровями. Эта тема надломленности ложная, впрочем, задается уже здесь и поддерживается в разговоре о сломленной яблоне. Тургенев заранее напускает страху в реплике, как сана же, знаете ли, что именно такие девочки топятся, принимают яд и так далее. Но он создает ложные ожидания. Трагедия не происходит. Наталья сама говорит, Рудина, я буду ваша и готова на любое драматическое задание, на любое служение и любые решения. Получив отпор от Рудина, она сама же и вырвается на последнем свидании. Они брови стягаются, кубы сжимаются, глаза смотрят прямо и строго. После развязки, слез, ощущение, что то-то она не нагломлена, а наоборот, встает и сдержанная спускается гостям к крылью, чем не бывало. Ей не нужна опора, она сама такая опора. Это тот большой человек, не искрытый, который больше, чем просто женщина. Он в Разилии Закалитиной, в следующем романе, ставший любимым у русского европейского, читатель дается постепенно. В нескольких разных местах романа, что нетипичен. Литурген, который чаще задает один портрет, и более к нему не удачивает. Объективное описание, высокая, стройная, черноволосая девушка лет 19, перемежается с субъективным взглядом Лаврецкого, которому в ней нравится даже ее славный рост. Как-то этот рост, как и в случае Наталии, задает крупность личности. Но при этом она так легко ходит, и голос тихий. Это важные оговорки в случае урослой героини. Она и собой хороша. Гледное и свежее лицо, глаза и губы такие серьезные. Отметим здесь, что мыслим серьезные глаза, но серьезные губы – это ошеломительная новаторность. И взгляд честный и неглимый. В шкобочках эта честность, раз это во всем облике Лизы, отданную потом в Ани Коэйной Китти. Однако настоящим камертоном для восприятия Лизы служит духовный кантар, который немец-протестант Лев, наследующий композитору Форпоре, учитель Консуэллэ с Джордж Сан, со своим гендерами своей Библии, посвящает ей. И называет этот кантар только праведной правой. Причем от этой фразы и от имени Лизы в посвящении идут нарисованные лучи. На лицо мифопоэтические тела праведности и те лучи света, ввязанные с этим образом. Этот софийный образ погружил музыку. При этом Лиза обделена талантом. И то, что она хорошо играет, стоит ей много труда. Она читает мало и мало говорит. У нее свои слов нет. Это, кстати говоря, один из признаков святости. Стремление к молчанию есть мотить многих детей. Обделена она якобы и умом. Зато мысль у нее своя и своя дорога. Лаврецкий в свет за Лизой идет к обеднику. Он чувствует, что она молится из-за него. И чудное умиление выполняет его дуру. Это гоголевское употребление. И оно сигналит о сверхъестественном. И действительно, герой на мгновение, помыслом своим клиник к земле, вспомнил свою детскую веру, как он молился, пока не ощущал на лбу какого-то свежего прикосновения. Он всегда думал, что это ангел-хранитель. Вспомнил, что свежесть одновременно задана, как лейтмотив Лизы. Герой смотрит на нее и думает, ты меня сюда привела. Коснись, женя, коснись моей души. То есть Лиза есть ангел. Она глубоко религиозная и любит только Бога. Кстати, в главке, написанной позже, уже в продвинутой Франции, описано детство Лизы. И ее роман с Иисусом дан в совершенно эротических терминах. Под рассказом благочестивой няньки о Богородице, отшельниках и святых мученицах образ вездесущего, всезнающего Бога с какой-то сладкой силой стеснялся в нее душу. И Христос становился и чисто близким, знакомым, чуть не родным. Вот эти святые мученицы определяют ее выбор потом. Пластиковый образ публика Лизы до трагедии удивитель. До трагедии удивитель. В ее движениях есть невольная, несколько неуловкая грация. Волос ее звучал серебром, метонутой юности, то есть будет цельным. Описывается глубокий блеск и тайная ласковость и засветившийся глаз, обещающий возможность счастья. Но потенциал жизни она всех погасит во имя религиозного голуба, как она его приняла. Бредность, которую отмечает Лаврецкий, потом, когда возвращение жены героя расстроит их, она получит иную смысл. Она будет усугубляться, бредные станут ей губы, меньше станут глаза. Так на языке плоти изобразится отречение от мира. При этом Лиза – современная женщина. Она решительно берет на себя ответственность за Лаврецкого и его жену и выбирает отречение. Во фразе «отзывает меня что-то» еще раз спозит ангельская тема. Ангела отозвали за задание домой. Приемы характеризаций в литературных описаниях, конечно, исторически менялись. Сколько времени? Продолжайте. Женские портреты библейских текстов даны через поведение. Может, это у нас одежда, причем надо помнить о том, что символическая связь одежды с угрожаемым образом в древности это всегда гораздо теснее. В «Песни-песни» публик возрубленный, начерчен с помощью ряда мифопоэтических сравнений наряду с визуальным рядом, включающим ботанику, залогу и географ. Средневековая литература равняется на боговодстве цветов, но описание сакральных областей не передает и не может передать оригинала. Слова и краски принципиально тут без сил. Появившаяся параллельно-куптуазная поэзия боготворит прекрасную даму, сублимировая любовь. И за идеализированным описанием часто угадывается тот же идеалмограмм. Литературу нового времени строит женский, как любой другой портрет, на соответствии социальной норме. Кстати, это равнение, но Ковильфо из русской литературы никуда не девалось. Рефлекс его мы видим у Пушкина, Татьяна в главе осьмой, в которой нет следов того, что называется Валгар. И у Лермонтова наивная типизация книжной мере через тончину одежды цвета гирипера и ботинки цвета опюс. Тургенев отдает должное ему в позднем романе вновь. Героиня у нас аристократическая народница Бояна. Она круглолицей, не слишком красива, но зато наделена крошечными ручками ножки. Боянский лон. И фигура статуэтки явно, чтобы показать высокое качество человеческого материала, из которого она сделана. Романтическая палитра раскрашивает раковоженную глюнетку от добродетельного героиня блондинка, о чем играет Тушкин, делая книжную интровертную Татьяну глюнеткой, что как бы обещает для дальнейшего развития страстной героини. Правда, уже у Лермонтова разобазуются парадоксальные портреты, построенные на физиогномике. Нам мы помним, что в книжной мере черные глаза, в которые не проникает цвет, бархатные глаза, а в тихом омуте, куда не проникает свет, не может всякое появится. Печунь уже при светлых волосах есть черные брови ясницы. И в мифологической системе смыслов, которая там, конечно, налицо, хотя иногда и в виде обманки, как в готиках там они, это может указывать на демоническую генеральную генеральную персону. Ранний Тургенев может строить женский образ на мифологическом сраме. Героиня Фауста оказывается, прорежавший всю жизнь в аду, то есть не будет. Тургеневская девушка воплощает черты софийности и даже святости, данные в актуальном времени материале. Вера сближает Лизу с русским народом. Вернувшись в Россию после нескольких лет за границей, в дворянском гнезде обозом Лизы Тургенев мирился с Россией. Для Тургеневской девушки он вырабатывает собственную пластику, предлагает собственные ряды чтения физиогономических и физиологических чек. Эти его описания внешности количественно беспрецедентно подробны. В них действуют новые стратегии. Романтическая, дикая и странная ася имеет черные светлые глаза. Это реабилитация брюнецства как признака темной страхности. Новые героинии Тургенева сказаны в будничные цвета. Сколько осталось? Можно еще? Можно еще? Да? Отлично. У Тапуна Калии темные глаза проросыми сказаны. Лиза черноволоса, а глаза светлые. Как будто это не важно. Елена Стахова темно-руссо. Глаза серые, здесь мужик у меня похож. Для Лизы важно не цвет, а светлые глаза. Цветлые глаза вообще не играет. Черты лица, движения и манеры этих героин симметизируются иначе, чем было принято ранее. Из комплекса этих черт можно выявить, что им свойственен некий недобор женственности. Рост и неловкая графика, неполная развитость, сус, не слишком крупные черты Натальи, ее нетипичный лоб. Они лишены игры. У них полная отсутствие кокетств им присущей честность, суровость, строгость. Они стоят с мужчиной вровень и часто оказываются выше. И вот, значит, как мне кажется, все эти стратегии, все эти художественные стремления концентрируются в фигуре Елены Стаховой, героини романа «На кону». Она исключительно богата, как и весят волшебный, многопланный, новаторский роман, богата мифополитическими, культурными и идейными кнотациями. Это новый образ по отношению к Лизе и Наталье. Елена – это носитель отрицания. Слабость возмущала ее, глупость сердила, ложь она не прощала и вовеки вековость. Требования ни перед чем не уступают, и самые молитвы нечасно мешаются с укором. Стоило человеку потерять уважение, а суд произносило наскоро, часто с укором, и он уж переставал существовать. Это развитие максималистов, это развитие нетерпимой гоблевской уленьки. Уленька и Лиза вносят с собой свет, но Елена свет не вносит. Она не вносит ни духовности, ни музыки. Она привлекает иным. «Кто зажег этот огонь?» спрашивают себя ее друзья и восхищаются ее неуловимой красотой, изменчивой, как сама жизнь. В нее все влюблены. Вроде бы ни набора женских не нет. Но ее портит отсутствие внутреннего покоя. Она не находит себя достойным и страшно страдает в своей жажде любви. Ее потенциал любви огромен. Тургенов забегает вперед в символизме, показывая свою Елену с воздетыми к небу руками, просящих небыль. А потом, когда счастье ее уже обозначилось, она не стыдясь в постели, открывает объятия солнечного луча, как Даная золотого дождя. Инсаров завоевывает ее сердце после того, как на пикнике он единственное оказался способным на действие. Это происходит в сцене потасовки, разыгранной на фоне волшебного перевернутого пизара. Как бы вот эта перевернутость, опять-таки поэтическая, проявляет подлинную слуху. У Инсарова эта сущность агрессивная, не дождавшись прощайного визита Инсарка, который, от отчаяния, Елена внутренне перерождается, начинает действовать автоматически. Включаются подсознательные силы, и она с невидящими глазами идет ему на перехват. По пути ее подождается совершенно юнгианская, из статьи «Образы духа». Помощная старушка нищенка. Елена дает письмоточек, и старушка уносит ее в горе. Все равно после этого появляется Инсарка. Она его останавливает, пытается выручить в нее объяснение. Один того объясняется ему первой. Бедному инсаргу ее не унять. Найдя любви, Ванилена чувствует себя в гавне, у достигнутой цели, и посвящает ему себя безостаткам, с восторгом, отдает себя служению ему. Поэтому тракт трансформируется главная ее черта в прежней жизни. В прежней жизни. Это забота о бедных и жалостливость к страдающим. Разумеется, это некий вариант религиозного служения. Но вот тут мы должны увидеть, что сверхчуткий, правительский Дургенев, различил сентиментальность Елены к меньшим братьям на леду с жестокостью, на леду с жестокостью проявляющейся, в отсутствии сострадания к равным ей людям, и эротическим. Ее отношение с сиротой Катей в следующий роман. Страшное и сладкое, или страшное и чудное чувство охватывает ее, когда Елена поет ее песню, когда приходит домой в загрязненном платье и ее сравнивает с Катей. Она хотела богоствориться в ней, слиться с Катей. Дикая Катя кажется ей священной. Инициатива любви здесь исходит от Елены. Катя равнодушна. Это точность лепок отношения к шестидесятникам, к народу. Это религиозность нового толка. Внешне, как бы протестантский идеал действенной любви к ближнему, но на самом деле вполне русский. Андрей Платоновский поиск собственного кинозиса, падения, софийного смешения со страдающей тварью, на дне которого скрыт как ясно, другие неустременные к смерти. И не зря Катя вскоре умирает. Катя вскоре умирает, а потом во сне Елены встречает ее в обиде и смерти. При этом Тургенев стереоскопически охватывает ситуацию. От него не укрывается, что Елена тяжелым грузом ложится на Инсарова, тяжелыми цепями его округл. Он сразу забыл из этих романов, посвященных его угасами. Елена понимает, что она убила своего возлюбленного. Во всех своих романов Тургенев исследует ситуацию сильной женщины, слава мужчины. Накануне ей наконец выпадает завоевать сильного мужчину. Но и вон в этом тангеле буквально на наших глазах сдувается и сдувается. То же, как мы помним, происходит с Базаровым, с другим сильным мужчином в сюжете «Отцов и детей», где все по-своему наоборот, на отказе от людей, а он все равно успевается и погибает почти в начале. Образ Елены не только насыщен смыслами и алюзиями, но и особенно пластичными. Она в чем-то наследует Лизе. Ей уже 20, она высокая бредна, но смогла, как Наталья, прямизна, напечатлена на лице. У нее совершенно прямые лоб и нос. Острый подбородок и сжатый рот сугестируют волну. Низкорастущие волосы соотносятся с чувством с чувством. Узкие руки и ноги, длинные пальцы, длинные породы. Но это и эхо узости Инсайрова. И ходит он стремительно, направляясь вперед. То есть он стремлен, как и он. Главное в ее облике изменчивость и ее не запечатлеть художником, что странным образом приезжает ее с Мадонной. Однако образ ее дисгармоничен. Я выплачуя цитату. Во всем ее существе в улыбке как будто напряженной, в голосе тихом и неровном было что-то нервическое, электрическое, что-то порывистое, торопливое, что-то такое, что не могло всем нравиться. Так замечается авторское неполное одобрение ее неприятием мира. Напряжение, неровность предполагают, что оно рождается из внутреннего неблагополучия героини. Напряженность, естественно, разрешается электрическими разрядами. Судорожи, нервность, неестественные, непринудительные, позволяют заключить, что порывы ее торопливы, невзвешены, искусственны и не принесут счастья, как не принесут счастья ее союзом с Харомом. Огонь недовольства миром горящей души героини освещает изнутри ее прелестный облик, но сжигает ее вместе с возлюбленной. Образ Елены не только венчает серию тургеневских девушек, но по объективности и многомерности своей предвещает амбивалентные образы Базарова и далее народоводец в романе вновь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова